Здравствуйте, с Вами снова Фантом, серия заметки о магнитостатике. В прошлом видео мы рассматривали особенности распределения напряженности магнитных полей около проводников с током. Сегодня мы пойдем в наших исследованиях дальше и свернем прямой проводник в кольцо, получив так называемый виток с током. Практика говорит нам, что анализ полей такого объекта весьма важен, так как именно из витков проводника строятся катушки индуктивности, служащие основой множества радиотехнических устройств. В одном из прошлых роликов мы уже показывали сканы контуров сток. Тогда мы рассматривали структуру поля подобных объектов коротко и чисто качественно. Однако опыты с прямыми проводниками показали, что для понимания происходящих процессов необходимо детальное изучение законов распределения напряженности окружающих объект магнитных полей. Поэтому сегодня мы рассмотрим в деталях особенности распределения значений напряженности магнитного поля в пространстве окружающим одиночный кольцевой контур с током. Для сбора информации в сегодняшних опытах нам потребуется сканировать большое количество кольцевых контуров различного диаметра. И одним из важнейших параметров при этом будет обеспечение одинакового расстояния между плоскостью витка и датчиком холла от опыта к опыту. Только таким образом можно будет корректно сравнивать измеренные значения напряженности для различных объектов. Процесс нахождения приемлемого технического решения оказался весьма непрост. Пришлось перебрать и отбраковать немало различных вариантов. Однако в конце концов решение было найдено. Было решено изготовить индивидуальный пластиковый держатель под каждый конкретный диаметр витка. На поверхности заготовки, выполненной на 3D принтере с высокой точностью, формируется кольцевая канавка в форме окружности, предназначенной для фиксации в ней проводника. Профиль канавки выбран таким образом, чтобы в процессе сборки виток как бы запрессовывался в канавку давлением сверху, а затем фиксировался там за счет возвращения верхних краев профиля канавки в исходное положение, под действием упругости пластика. Такое решение позволило обеспечить постоянный уровень расположения поверхности проводника над плоскостью оправки, а также обеспечить безупречную форму витка в виде окружности. Перед сканированием каждого контура проводилось измерение толщины каждого собранного держателя на соответствие допуску с точностью плюс-минус 50 микрон. Таким образом, с определенной степенью уверенности можно будет считать получаемые данные достоверно. Да, чуть не забыл, по соображениям технической реализации диаметр используемого проводника был выбран равным 0,8 миллиметра. Так что во всех сегодняшних опытах мы будем использовать именно такие проводники. Что ж, вот и настало время проведения измерений. Приблизим датчик холла на минимально возможное расстояние и запустим процедуру сканирования. На цветных сканах мы видим, как качественно меняется распределение напряженности магнитного поля в зависимости от диаметра контура. Немного больше деталей мы сможем увидеть, применив циклическую цветовую шкалу карты напряженности. Теперь давайте посмотрим на детали получаемой картины повнимательнее. Возьмем для примера конкретный скан витка диаметром 20 миллиметров. Чтобы иметь возможность анализировать конкретные значения напряженности, выполним горизонтальный срез данных примерно по центру нашего контура с током. Мы видим, как для данного объекта, структура значений напряженности поля распадается на две различные зоны. Центральная зона уверенно ассоциируется с витком как с единым макрообъектом. А вот в периферийных зонах мы видим явное проявление особенностей индивидуальных полей проводников, формирующих виток с током. Становится очевидно, что поле контура с током является не совсем таким, как хотят нас уверить учебники физики. Давайте продолжим измерения и повторим данную процедуру для всех снятых сканов. Мы можем заметить, что при небольших значениях диаметра витка форма кривой среза характеризует создаваемое поле как единый структурный объект. В этом случае периферийные поля проводников накладываются на область центральной зоны и результат такого суммирования наш датчик воспринимает как плавную кривую. Однако после достижения диаметром контура определенного значения структура кривой напряженности начинает постепенно распадаться на две разные зоны. А еще мы можем заметить, что кривые витков различного диаметра существенно различаются не только по форме, но и по амплитуде. Представляется интересным выяснить, по какому закону меняется значение максимальной напряженности поля на одном и том же расстоянии от плоскости контура в зависимости от его диаметра. Давайте попробуем построить график такой зависимости. Мы наблюдаем странное. На графике виден четкий максимум напряженности магнитного поля при диаметре контура в 4 мм. Сильно подозреваю, что ни в одном учебнике физики вы подобный факт не от ищете. А быть может это просто следствие методологической ошибки, которая прокрылась в результаты измерений, несмотря на все наши технические ухищрения. Обнаруженный факт просто требовал повторной проверки. Несмотря на то, что полный цикл сканирования 12 контуров занимает примерно 7 часов чистого времени работы сканера, были изготовлены 12 новых экземпляров держателей и повторно проведен полный цикл измерений. Давайте посмотрим на результат. Мы видим, что две кривые несколько отличаются. И это неудивительно. Попробуйте выполнить 24 совершенно идентичных объекта, абсолютно одинаково запрессовать в них проводники, а затем зафиксировать их на столе сканеров в совершенно той же позиции, что и предыдущие. Если попробуете, то возможно вы сможете меня понять. Так что некоторые отличия в графиках объективно неизбежны. Ведь то, что мы видим, это результат реальных измерений, а не некая абстрактная математическая модель. Однако главным в данном случае будет ответить на вопрос, является ли максимумом напряженности магнитного поля при диаметре контура в 4 мм следствием ошибки? Как мне представляется, на данный вопрос нами был получен вполне определенный ответ. Давайте попробуем предположить, чем может объясняться данный феномен. В одном из прошлых роликов мы показывали, что максимум напряженности значений поля одиночного проводника с током расходятся по двум прямым, проходящим через геометрический центр проводника и симметрично расположенных под некоторым углом к вертикали. Давайте попробуем применить данную концепцию к нашему витку с током. Построим две пары таких расходящихся прямых для двух участков проводника, расположенных на краях нашего среза напряженности. Смотрите, та пара линий максимумов, которая направлена в центральную зону контура, будет иметь точку пересечения. Можно предположить, что в окрестностях именно этой точки и будет фиксироваться максимальное значение напряженности. Для геометрического анализа данной ситуации необходимо знать расстояние между рабочей поверхностью датчика холла и проводником, формирующим виток. К сожалению, мы не можем с большой точностью сказать, на каком именно расстоянии находится чувствительный элемент датчика холла над поверхностью проводника. Это происходит по двум причинам. Во-первых, потому что сенсор упакован в пластиковый корпус и мы знаем только его общую толщину. Во-вторых, необходимый для чисто механического перемещения сканирующего элемента зазор между датчиком и поверхностью проводника также можно оценить лишь с некоторой точностью. Все это, очевидно, создает некоторую неопределенность, осложняющую чисто геометрический анализ. Да и к тому же понятно, что судить о закономерности по одной серии данных представляется не совсем корректным. Поэтому давайте попробуем поднять плоские сканирования на 1 мм выше предыдущей. Это можно сделать с нужной точностью, так как относительные перемещения, в отличие от абсолютного, мы можем выполнить с точностью 100 микронов. Итак, поднимем наш сенсор на 1 мм выше и заново снимем все 12 сканов. По полученным результатам построим еще один график зависимости максимального значения от диаметра контура. Мы видим, что пик напряженности сместился примерно на 2 мм и теперь максимум наблюдается при диаметре контура около 6 мм. Также мы видим, что острота нашего пика значительно снизилась, то есть кривая приобрела более гладкий вид. Однако, несмотря на это, наличие выраженного максимума кривой по-прежнему очевидно. Для обеспечения большей объективности снимем еще одну серию сканов, подняв плоскость сканирования еще на 1 мм выше. И снова строим график по полученным результатам. Мы видим, что пик напряженности еще более сгладился, однако остался вполне различимым и центр максимумом кривой сместился еще на 2 мм по диаметру контура. То есть, мы можем предположить, что увеличение диаметра витка на 2 мм приводит к смещению фокусировки точки его поля на 1 мм вверх, одновременно с увеличением геометрических размеров зоны фокусировки. Финализируя, выполним еще один цикл сканирования, увеличив расстояние между датчиком и проводником еще на 2 мм. Построим график и... зафиксируем максимум напряженности при диаметре контура в 12 мм, что, собственно, требовалось доказать. Забавно получается, не правда ли? Конечно, интересно было бы посмотреть, а что будет при иных расстояниях до плоскости контура. Однако снимать такое множество последовательных сканов с маленьким шагом по высоте было бы слишком затратно по времени. Посему давайте поступим вводкой. Мы расположим контур вертикально, а наш сенсор будет двигаться перпендикулярно плоскости контура на уровне его центра с каждым шагом сканирования, удаляясь от него. Вот так выглядит скан контура диаметром 20 мм в таком ракурсе. Немного больше деталей с циклической световой шкалой, ну или с рисунком изолинии. Если мы выполним последовательные горизонтальные срезы такого скана, то мы увидим, как меняется профиль напряженности поля по мере удаления среза от поверхности контуры. А если мы проведем вертикальный срез по центру контура, то график покажет нам искомые законы изменения значений напряженности поля витка по мере удаления от его поверхности по прямой перпендикулярной его плоскости. Вот он какой закон распределения напряженности поля по центру витка в зависимости от расстояния до его поверхности. Интересно вспомнить, а что говорят нам учебники-физики о зависимости напряженности магнитного поля от расстояния до плоскости витка? Учебники говорят нам, что значение напряженности может быть вычислено вот по такой формуле. Где μ, это магнитно-проницаемость среды, в нашем случае единица. i, ток в контуре, в нашем случае он будет постоянным. r, радиус контура. b, расстояние от плоскости контура до точки измерения. Давайте построим график данной аналитической функции для параметров нашего контура. Ну что же, в целом он кажется похожим на реально снятый. Впрочем, глазомер не всегда безошибочен. Поэтому давайте-ка отобразим обе кривые, построенную по формуле из учебников и реальную на одном графике. Ой, похоже, что-то не так с масштабом. Однако, мы не станем сейчас искать ответ, почему так сильно различается масштаб кривых. Сравнение измеренных абсолютных значений с таковыми из аналитических выражений – тема будущих роликов. А сейчас давайте просто скорректируем масштаб нашего графика так, чтобы первые значения совпадали. Такой метод позволит нам легко сравнить особенности формы кривых. Мы видим, что для контура диаметром 20 мм форма реальной кривой зависимости напряженности от расстояния в целом имеет определенное сходство с аналитическим. Можно также отметить, что сходство это далеко не полное, и это хорошо видно на приведенном графике. Давайте для проверки проделаем ту же самую процедуру для контура диаметром 4 мм. Ситуация представляется идентичной предыдущей. Принципиально кривые схожи, однако наблюдаются явно видимые различия в деталях. Продолжая опыт, снимем сканы контуров всех 12 размеров и отобразим полученные срезы на одном графике. Напомню, что ток через контур в данном опыте для всех сканов поддерживается на постоянном уровне. Глядя на графики, можно заметить ряд закономерностей. Мы видим, что с увеличением диаметра витка достаточно резко и, похоже, неравномерно падает максимальная напряженность поля в ближайших точках к поверхности проводника. Также можно заметить, что с увеличением диаметра контура значительно меняется сама форма кривой распределения напряженности, становясь более полугой. Ранее мы с вами видели, что поле витка значительного диаметра на небольшом расстоянии от его поверхности весьма неоднородно по напряженности. По его краям значения существенно отличаются от центральных областей. Чтобы проиллюстрировать сказанное, давайте в динамике посмотрим, как меняется форма кривой распределения напряженности от расстояния в зависимости от сдвига в позиции вертикальной прямой среза относительно центра контура с током. Сначала мы наблюдаем, что за границами контура проводника регистрируется всплеск напряженности обратного знака. Амплитуда этого всплеска увеличивается по мере приближения к внешней границе контура. Затем при пересечении прямой среза оси проводника происходит резкая смена знака значений напряженности и практически сразу наблюдается пик амплитуды ее значений. При дальнейшем смещении прямой среза к центру контура амплитуда напряженности у поверхности несколько снижается, а кривая спада напряженности становится более пологой. После прохождения центра контура все видимые наноизменения повторяются симметрично в обратном порядке. Пока мы с вами рассматривали графики срезов, выполненные по центру нашего контура. А теперь давайте посмотрим, что будет, если провести срез по его краю, там, где более выражено поле формирующего контур проводника. Для сравнения разместим две кривых, снятых с контура диаметром 20 мм на одном графике. Голубая кривая соответствует центру контура, а оранжевая кривая одному из его краевых максимумов. То есть получается, что законы распределения напряженности поля достаточно сильно зависят от смещения прямой среза от центра симметрии контура. Давайте посмотрим, как меняется форма вертикальных срезов напряженность для краевых областей и контура. Сравним данные для центральной и краевых областей. В финальном аккордном сегодняшнем видео будут немножко необычные графики. Мы возьмем все 12 вертикальных срезов изменения напряженности от расстояния по центру контура и снимем срез уже с этих данных. То есть возьмем из всех графиков значение точек, находящихся на одинаковом расстоянии от поверхности контура и отобразимых на графике. Поскольку, как уже говорилось, мы не можем точно сказать, на каком именно расстоянии от поверхности мы начинаем сканирование, то обозначим это расстояние условно плюс 0 мм. Продолжим делать срезы с определенным шагом и посмотрим на семейство полученных графиков. Теперь мы можем видеть в деталях, как изменяется значение напряженности на заданном расстоянии от поверхности контура в зависимости от его диаметра. Понимаем, что для осмысления увиденного требуется некоторое время и это может быть непросто. Контур с током представляет собой следующий уровень иерархии сложности по сравнению с прямым проводником. И, соответственно, структура его поля выглядит сложнее. Однако, нам придется к этому привыкать. В следующем ролике на этапе рассмотрения особенности поля катушек индуктивности мы столкнемся со следующим уровнем усложнения по сравнению с витком. Теперь покажем такое же семейство вторичных срезов значений напряженности, но не для центральных, а для краевых областей контура. Сравним полученные графики с аналогичным для центральных областей. Мы видим, что для контуров значительного диаметра рассмотренные два семейства графика отличаются значительно. То есть мы только что подтвердили однозначную неоднородность магнитного поля витка с током. А теперь давайте попарно сопоставим графики для центральных и краевых областей. Мы видим, что расхождение в краевых начинается с того момента, когда поле витка начинает распадаться на два типа – периферийную и центральную зоны. И в заключении давайте посмотрим, как меняется рисунок тонких структур поля на расстоянии от контура при виде с его торца для контуров различных диаметров. Да, тех самых тонких структур, которые многие считают шумом или ошибками применяемого метода сканирования. Поэтому давайте просто посмотрим. Ну что ж, на этом давайте завершим сегодняшнее видео. Думаю, что сегодня вы получили достаточно много новой информации, над которой стоит задуматься. Собственно, именно в этом и заключается цель выпускаемых мной материалов. Благодарю вас за внимание. Встретимся в новых роликах. С вами был Фантом. 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 Фантом.